В личном бюджете есть доходы и расходы. Когда доходы превышают расходы, у нас остается свободная сумма денег. Ее можно отправить в накопление. Как учитывать накопление в аналитике вашего бюджета? Заходим в приложение «Профинансы». Переходим в раздел «Бюджет». Нужно добавить накопительный счет. Нажимаем вот на этот плюсик, даем ему название. В строке «Тип счета» указываем накопительный. Указываем, в какой валюте хотим копить. Если у вас уже есть какие-то накопления, то указывайте это в поле «Остаток». Выбираем иконку. Если вы храните деньги в банке, то можно выбрать иконку вашего банка. Затем выбираем «Фон счета». Нажимаем «Сохранить». Ура! Накопительный счет готов. Теперь этот счет будет отображаться во вкладке «Накопление». Чтобы попасть туда, просто сделайте свайп сверху, вот здесь. Тут будут все ваши накопительные счета. Теперь представим ситуацию. Вам пришла зарплата. И часть денег вы хотите отложить. Это будет не расход, а ваше накопление. Чтобы внести пополнение, нажимаем вот на этот плюсик. У вас появилось меню. Выбираем, с какого счета мы хотим перевести деньги. И счет, на который будут зачислены деньги. В данном случае мы переводим с нашего общего счета на накопительный счет. Вводим сумму, на которую мы хотим пополнить счет. Также есть калькулятор для подсчетов. Вам не нужно выходить из приложения. Можно провести все расчеты в одном месте. Указываем дату, когда делали пополнение. Можем добавить заметку, чтобы не упустить все детали. После нажимаем «Сохранить». Ура! Вы пополнили ваш накопительный счет. Все операции по накопительному счету можно увидеть в меню накопления. Вот здесь отображается пополнение. На обычном счете также отразится перевод денег в накопление. Если вы вдруг захотели вывести деньги с этого накопительного счета, все делается так же. Нажимаем на плюсик. И теперь выбираем этот накопительный счет. Указываем, на какой счет переводим деньги и сумму, которую хотим перевести. Сохраняем. Готово. Деньги переведены. Перевод денег с накопительного счета отобразится в том же меню. Можно также отредактировать счет. Нажимаем на значок карандаша и вносим все изменения, которые нужны. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Все новые изменения сохранятся. Сверху можно выбрать период. Здесь вы увидите, какие операции вы совершали со счетом именно в это время. Увидите, сколько пополняли или снимали. Учитывайте накопления в статистике вашего бюджета, чтобы получать точную аналитику по вашим личным финансам. Так вы будете видеть целую картину. Сколько вы денег заработали, потратили и отложили. Продолжение следует...